Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел, он на ящера похож. Он похож на ящера. Да, у него оболочка ящера. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он кивает, но он внутри этой оболочки. Хорошо. Скэнер разрежет оболочку. Отключи ее полностью. Вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Выведи из биополя и как все выходят с силами его намерения и отправляются в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Эта оболочка, она как палатка вокруг него в виде ящера. Она в клетке. Больше ничего не мешает? Есть змеи в ногах у него. Змеи? Да. Хорошо. Силами его намерения все эти змеи выходят и летят в клетку-тюрьму. В отдельную. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Александра под ногами 360 градусов вокруг него. Тюрьмы становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Александра. Находит все. К змеям вышел демон. Демон. Хорошо. Дальше. Суккуб. Суккуб. Красный дракон. И спрут. Хорошо. От оболочки выстраиваю канал к ответственному, притягиваю в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Дракона. Дракона оболочка? Да. Значит, у нас нет ящера, да? Нет. Дракон. Какой у нас дракон? 58-34. Дракон. 58-34. У тебя есть контракт на нахождение в этом биополе? Слабость его души и есть мой контракт. Нет, ничего не подписывали. Слабость его души и есть твой контракт. А ты понимаешь то, что он может тебе дать откат всего этого? Я на тебя одену эту оболочку, включу на полную мощность, на откат 80% энергии. И задам потом точно такой же вопрос. Мне интересно будет, что ты... Он не может. Он свои тени боится. Итак, сколько ты находился в этом биополе красный дракон с этой оболочкой? 13 лет. Оболочка позже подстроилась. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 6 лет 8 месяцев. Твои змеи? Нет. А, у нас там демон еще, да, Вера? Да. Демон. Какой у нас демон? 13-й на пути к 14-му. Понятно. Как долго ты находишься в этом биополе? 3 года. Контракт у тебя есть? Нет. Итак, у нас никого нет контракта. У Суккуба тоже нет контракта, я полагаю, да? Суккуб смеется, ему не нужен контракт. Понятно. Ему нужно желание. Желание, я полагаю, ты получаешь. Хорошо. Демон, объясни мне за этих змей в ногах. Это что? Подпускает. 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 По одной запускает страх. Змеи это страх, да? Не только. Это низкие частоты. Жалость. Игра на жалости. Игра на жалость. Ну не все же змеи за жалость отвечали? Нет. Все змеи разные. Когда у него возникало внутреннее желание сыграть на что-то, я отпускал змею. Вот они и собрались в клубок за последние годы. Понятно. А что, ты не заметил никакого противостояния с его стороны, никакого намерения, что он этого не хочет? Сопротивления, в конце концов? Что он не хочет? Иметь, например, змей в своем биополе. А, это? Смотри, как это работает. Хорошо. Давай сделаем так. Я сейчас дам команду на реверс энергии, и после этого мы с тобой пообщаемся. Даю команду тонкой копии. Александра спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную болезнь. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И отдельный канал идет к змеям и к этой оболочке. Реверсом отдаем назад весь негатив, который он получил от них. Хорошо. Пока идет реверс. Скэнер просканирует полниту души Александра на настоящий момент. Сто процентов. Сто процентов. Но здесь не было тех, кто ворует души. Хорошо. Я слушаю тебя, Деван. Когда человек одевает очередную маску, хочется показать или сыграть на своих чувствах. В это время я подпускаю змею. Например, кокетство. Это что? Только помогал, а я усиливал. Подпускаю змею. Это любая другая эмоция там, где человек хочет что-то получить, одевая на себе маску. Понятно. Этим можно подтвердить, что демоны отлично видят любую маску, которую человек одевает на себя. Он видит правду, он видит ложь, правильно? Я бы не назвал это ложью. Скорее, приукрасить, чтобы получить что-то. Хорошо. Скажем, есть ли лярвы в его биополе? Да, есть. Где они находятся? Одна на горле, другая на руках. На руках? Ладошке. Понятно. А на горле от чего? Слова? Лесть. Лесть. Все понятно. Хорошо, Демон. Когда придет время, я полагаю, ты хочешь получить эти лярвы, да? Да. Хорошо. Я дам отдельную команду тебе на эти лярвы. Сначала вытащишь все, что оставишь в биополе. После этого я дам их тебе. Интересует эмоциональный фантом? Интересует. Ну, к этому мы тоже подойдем попозже. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готов. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Александр забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Ему возвращаются энергии, и он, знаешь, он как эмоционально опустошен внутри. Ну, я как смотрю, в такой команде трудно быть не опустошенным. Ему позитив негде брать. Не на что опереться. Понятно. Реверс вернулся. Закончился. Закончился. Хорошо. Все-все убрали. Значит, тогда... Подожди, не все-все убрали. Мы реверс только сделали. Угу. Начнем с Сукуба. Сукуба, Сукуб, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. У тебя есть накидка? Нет, у него нет накидки. Нет? А как ты воздействовал? Через какие артефакты? У меня есть другие артефакты. Хорошо, не будем в детали уходить. Хорошо, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад. Жесткие артефакты. Понятно. Готов. Хорошо. Красный дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все свои платы, все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад. Приступай. У него такие подключки, он как на эмоции в разных точках организма. Ну, это, в принципе, совсем не маленький дракон. Скажи мне, дракон красный, по нашей ленте времени, сколько тебе лет в человеческих годах? На какой опыт ты опираешься? У него непонятен, он не знает ответ на него. Ну, какие события ты видел в этом мире, в котором мы живем, в матрице? Сколько тысяч лет назад ты присутствовал или сотен лет назад уже на этой земле? Так можно... Динозавров видел. Динозавров видел? Это реально старый дракон. Ну, у него, кстати, эта оболочка, она больше на динозавра, наверное, похоже. У него хвост такой сзади. А почему ты поставил такую именно с динозавром? Кого она отпугивала? Есть у нас общая кровь с динозаврами. В принципе, не могу утверждать обратного. Наверняка есть. Была одна ветка, потом разошлась по-разному. Слушай, дракон, вы же одно время в Китае очень и в Азии, в нашей Азии очень активно работали. Так что были входы... Мы сейчас работаем, просто перешли на другое измерение. Понятно, но было измерение, когда они могли вас видеть? Не так давно. Некоторые сейчас видят. На физическом плане? Тот, кому нужно, да. Ну, понятно. Тот, кому вы разрешаете. Я не задаю вопросов, на которые ты не можешь отвечать. То есть, мне важно было понять. Я просто не первый раз слышу выражение «не так давно». Не так давно в твоем понимании, когда ты видел динозавра, в нашем понимании, безусловно, совсем другие цифры. Нет, я был маленький, когда видел динозавра. Он все снял. Хорошо. И у нас остался демон. Демон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в этом биополе. На месте доложи, что ты все снял. Приступай. Сколько сотен лет назад, вот так вот вопрос дракон, люди могли видеть драконов еще на физическом плане, пока вы не перешли в другое измерение? Он не сможет ответить, потому что историю, которую мы знаем, она неправдива. Она ложна. Хорошо, это мы в курсе. А почему вы перешли в другое измерение? Другие энергии на Земле. Другие знания, другая информация, людей ведут другим путем. Ну, это мы знаем, кто ведет и куда ведет. Он все снял. Хорошо, разрешайте забрать все лярвы. Забирай все лярвы и возвращайся в клетку. Понял. Готов. Отлично. Спрут, выходи. Снимай все, что ты оставил в этом биополе. Возвращайся назад. Сдавливал голову ему. Как он ощущал это сдавливание? Что это было? Давление в голове такое ощущал, сдавливал. Сколько ты находился в биополе? Спрут. На лапках считает или что? Ну, он все снял, отполз в клетку. Я спрашиваю, сколько ты находился в этом биополе, Спрут? Он путается. Три, четыре, шесть. Появляется цифра над клеткой. Сколько лет он присутствует в этом биополе? Четыре года. Четыре года. Хорошо. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию. Александра со змеями, суккубом, красным драконом, оболочкой, демоном и с прутом. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Александру. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет три. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Выходит эмоциональный фантом Александра. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. А также все низкоаберационные эмоциональные энергии. Все это низкоаберационное им же сгенерированное. Проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом. Он сверху темный, не жидит серости, как горб такой совсем темный. Черный. Вот так вот. Хорошо, Александр. Эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Он говорит, я устал уже, тот груз снести готов. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Да, да. Давай. Отправляю демону. И назови мне первой причины. Пару частот, из которого все вытекает. Он не слушал тебя. Он говорит, что это все накопленное и не сброшенное за всю жизнь. Все, что его беспокоит внутри, все его тайны, которые он хранит и не избавляется. Все его собственные грехи насобирались таким путем, о которых он помнит. Сейчас они вышли, все ему легко. Все понятно. Камень из души сбросил. Хорошо, демон. Здесь мы закончили. Буду отпускать. Ты готова уходить? Больше ничего не отдашь. А что еще? Больше ничего нет. Лярвы я отдал, эмоциональный фантом отдал. Больше ничего нет. Тогда пойду. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Демон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Змеи ушли с ним, да? Нет, змеи в другой клетке. Под змеями открывается воронка в галактической ядро, они уходят на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Суккуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Суккуб забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Суккуб вам рассказал, скучно будет. Позови, поиграем. Хорошо, Александр знает, как вернуть сущности назад. В частности, Суккуб. Если он этого не сделает, он останется чистым. Идем дальше. Под оболочкой красного дракона, открывая воронку в галактическое дро, она уходит на переработку, закрывая, опечатай, растворяй. Я хочу от красного дракона получить слово «красного дракона», что он больше никогда в это биополе не придет. Даю слово. Готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на части красного дракона. 1, 2, 3. Дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, спрут остался. Спрут, и больше не войдешь никогда в это биополе. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на части красного дракона. Спрут забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатай, растворяй. готова поехали по частотам есть синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 хорошо александр мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете сейчас вас родился прослушайте этот сеанс несколько раз сделайте выводы из своих ошибок потому что каждая сущность зашла на какую-то свою чистоту если вы избавите себя вот этой чистоты если вы измените что-то в положительную сторону для себя же для развития своей души соответственно вы забираете у них таким образом шанс в эти ваши биопули после сеанса наш администратор перешлет вам рекомендации от нас надеюсь вы эти рекомендации будете выполнять точно также выставляете себе защиты меркаба сбрасывайте каждый негатив и заправляете себя энергиями каждое утро в этих объемах которые мы показали вам в этом сеансе как это делать мы вам тоже показали хорошо сейчас будем возвращать вас назад вашу систему биоробот душа чтобы все эти энергии перешли на физический план и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию александра в его систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу каждой клеточке каждой извиненки головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами ему нужна любовь чувства эмоции без них он опустошается а с ними он у него энергии горят сейчас у него как пламенные энергии внутри наполненные готова отключаемся от объекта поднимайся в комнате диагностики пошел подъем